Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Сливки Общества. Их история любви началась на танцплощадке, как и у многих их ровесников той эпохи. Он курсант Оренбургского летного училища, обаятельный и уверенный в себе, несмотря на невысокий рост, всего 150 сантиметров. Она, миловидная брюнетка-телеграфистка с россыпью мелких веснушек на лице, сразу привлекла внимание парня. Под звуки музыки пары кружились в танце, а Юрий не мог оторвать взгляд от новой знакомой. Он пригласил ее потанцевать, а она не смогла отказать. Уже позже Валя ему признается, что ни в первую, ни во вторую, ни в последующие встречи будущий первый космонавт не запал ей в сердце. Если откровенно, то первое впечатление от знакомства с Юрой складывалось как-то не в его пользу. «Невысокий, худощавый, короткий ежик волос, торчащие уши», – рассказывала его супруга. Девушка колебалась. Стоит ли продолжать общение с новым знакомым, когда Гагарин заверил, что они обязательно должны встретиться, можно прямо на следующей неделе. «Итак, до следующего воскресенья. Пойдем на лыжах», – безапелляционно заявил курсант, не оставляя ей выбора. Телеграфистка была в замешательстве, она не знала, как ответить. Но, несмотря на все сомнения, встреча между ними все же состоялась. Однако у Юрия не получилось весело провести время на свежем воздухе. Не оказалось у молодых людей лыж, а погода была неподходящей для пеших прогулок. Поэтому будущий космонавт предложил Валентине поход в кино. Но этому свиданию было далеко до идеала. Молодые люди не смогли прийти к общему мнению относительно просмотренного фильма, и на протяжении всего пути домой обиженно молчали. Каждый шел своей дорогой. Похоже, что в это мгновение их пути могли разойтись навсегда. Однако Гагарин всегда был настойчив в достижении своей цели, поэтому продолжал настаивать на новой встрече, новом свидании. «Итак, до следующего воскресенья. Пойдем в гости. К вам», – отчеканил Юрий. Валя снова ощутила замешательство, но решила прислушаться к настойчивому парню. После этого они провели некоторое время просто как друзья. «Много было у нас встреч, много разговоров по душам. Долго мы приглядывались друг к другу, прежде чем, объяснившись в любви, приняли решение связать навсегда свои жизни и судьбы», – вспоминала Валентина. Юрий не спешил с проявлением своих чувств и признаний. Он впервые открыто выразил свою любовь лишь спустя два года после начала отношений. Затем он сделал девушке предложение стать его супругой и идти вместе по жизни до конца. Иного финала Гагарин себе не представлял. Они отметили день рождения своей семьи дважды. Их свадьба состоялась 27 октября 1957 года в Оренбурге. На церемонии присутствовали только самые близкие друзья и родственники, а родители Гагарина не смогли приехать на праздник к сыну. Исключительно для них молодые супруги повторили свадебную церемонию в родном Бжацке, Смоленской области. После окончания учебы Юрий решил отправиться на север страны. Валя также хотела пойти за ним, но это подразумевало бы ей отказаться от своего обучения по специальности фельдшера, что было неприемлемо для Гагарина. Их разлука на 12 месяцев показалась им вечностью. Тем не менее, это время также стало испытанием, которое укрепило их чувства. А следующим летом Валентина наконец присоединилась к Юрию на севере, где они смогли быть вместе, начав новый этап своей жизни. Вскоре стало известно о беременности Вали. Юрий был в восторге, он всегда мечтал о дочери. Их первенец, малышка Елена, появилась на свет 17 апреля 1959 года. Несмотря на усталость от работы, Юрий всегда старался помочь молодой жене с дочуркой во всем, чем только мог. Юрий однажды вернулся домой поздно, не так, как обычно, и радостно сообщил жене, что его вызвали в Москву. После командировки в столицу он вернулся с новостью о том, что ему предстоит новая работа. Гагарин смог успешно пройти сложные испытания, медицинское обследование и выиграть конкурс среди более чем трех тысяч кандидатов. «Буду летчиком-испытателем, налетаюсь в волю», — заявил Гагарин своим сослуживцем. Семья обосновалась в звездном городке Москвы, где проживали семьи других летчиков. Юрий активно участвовал в учебных занятиях и, как и все другие космонавты, возвращался домой лишь ночью. Прошло не так много времени после переезда, как генерал Каманин поделился с женами военных информацией о намечающихся заданиях для их мужей. Так Валентина узнала, что ее супруг был выбран одним из кандидатов на роль космонавта. Жизнь Юрия и Валентины шла по своему установившемуся ритму. Отец семейства усердно проходил тренировки вместе с остальными кандидатами-космонавтами, а Валентина готовилась к рождению второго ребенка. В марте 1961 года у них родилась вторая дочь. Малышки дали имя Галина. Гагарин продолжал заботиться о своих дочерях, но в его глазах четко читалось предвкушение чего-то большего. Однажды, вернувшись домой, он обратился к жене. «Береги девчонок, Валюша». Эти слова глубоко задели ее сердце, Валентина поняла, что муж отправляется на важное задание. Она себе и представить не могла, что это задание изменит и их семейную жизнь и историю человечества в целом. О том, что муж полетел на ракете, ей рассказала соседка. Она пришла 12 апреля 1961 года к ней со словами «Валюша, включая радио, Юра в космосе». Эмоции молодой мамы было сложно передать словами. Валентина внимательно слушала, она не могла поверить в то, что произошло. После возвращения мужа на Землю, Валентина стала видеть его еще реже, чем когда он пропадал на подготовке к полету в космос. Встреча одна за одной, заграничные командировки. Самые красивые женщины мира мечтали встретиться с Юрием Гагариным. Ему приписывали романы с Маргаритой Тереховой, Светланой Светличной и даже Джиной Лолабриджидой. Но Гагарин был счастлив со своей Валентиной и даже не думал бросить ее ради какой-нибудь популярной красавицы. Юрий продолжал мечтать о небе и с большим удовольствием отправлялся в полеты. 27 марта 1968 года Юрий Гагарин взлетел на своем самолете, но, к сожалению, не вернулся обратно на аэродром. Трагическая новость о гибели супруга была для Валентины невероятно тяжелой и шокирующей. Она просто не могла поверить в то, что ее любимый Юрий больше не вернется домой. В голове роем вились вопросы, как быть, как теперь жить, как поднимать девочек на ноги, как воспитывать их без отца. Позже выяснилось, что Юрий написал письмо Валентине перед своим первым полетом в космос. Тогда оно не пригодилось. Последнее послание от мужа стало для нее утешением на долгие годы. Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирует, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым у хабы жизни были бы не страшны. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать, попросил ее Гагарин. На тот момент Валентине было лишь 32 года, она все еще оставалась красивой женщиной. За ней многие ухаживали, но Валентина никому не отвечала взаимностью. Валентина была сильной женщиной, которая твердо взяла на себя ответственность за воспитание своих дочерей после гибели мужа. Она осталась жить в звездном городке, не поддавшись соблазнами столичной суеты, оставаясь преданной памяти Юрия. Через 12 лет после потери любимого мужа, Валентина решила поделиться своими воспоминаниями и переживаниями с другими, написав книгу под названием «108 минут» и «Вся жизнь». Эта книга стала своего рода личным рассказом о любви, потере и силе духа. Валентина поделилась своими мыслями, эмоциями и важными моментами из жизни Юрия и их семьи, чтобы сохранить и передать наследие великого космонавта. Супруга Гагарина долгие годы работала лаборантом-биохимиком в лаборатории медицинского управления Центра управления полетами. Она старалась вести закрытый, непубличный образ жизни, категорически отказывалась давать интервью журналистам, хотя иногда участвовала в мероприятиях, посвященных Юрию Гагарину. Ее не стало в марте 2020 года. Замуж повторно она так и не вышла. Вот такая у меня для вас сегодня история. Как обычно спрошу, что думаете? Пишите свое мнение в комментариях ниже и не забывайте про лайк и подписку.